Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. Сегодня с вами я, Пашкевич Анна, и мы продолжаем раскрывать тему, как размножение зимнего чеснока. Конкретно в этом видео мы обсудим такой способ размножения зимнего чеснока, как способ размножения, называемый воздушными бульбочками. Именно такая холодная, устойчивая осенняя погода как раз является идеальным временем для того, чтобы вот эти вот воздушные бульбочки высадить в грунт. Хочу напомнить, что воздушные бульбочки у чеснока образуются из цветущих стрел, когда у нас выпускается сначала цветонос, распускается цветок и затем не образуются семена, поскольку цветки на чесноке являются стерильными, но зато образуются воздушные бульбочки, которые мы собираем, впоследствии можем использовать в качестве качественного посевного материала. Какое преимущество мы получаем при размножении чеснока именно воздушными бульбочками? Первое и самое важное это то, что этот способ размножения полностью исключает развитие каких-либо заболеваний, которые, например, присутствовали на чесноке, на взрослых зубчиках сформированного чеснока. Этот способ избавления от различных заболеваний и инфекций крайне актуален, например, когда мы покупаем чеснок у непроверенных продавцов, когда нам кто-то дает чеснок и мы не знаем его происхождение и то, насколько он заражен и впоследствии, насколько он интенсивно будет поражаться различными заболеваниями. Вторым плюсом данного способа является ускорение развития чеснока. Например, из одной цветущей головки может получиться от 50 до 150 бульбочек. Кстати, воздушные бульбочки и зубки чеснока, они морфологически различаются только размером. В анатомическом и физиологическом отношении и бульбочки, и зубчики чеснока являются идентичным посевным или посадочным материалом. Таким образом, если мы, например, покупаем какой-то дорогостоящий материал или нам кто-нибудь его приносит и мы решаем завести этот чеснок у себя на огороде на постоянной основе, мы можем воспользоваться воздушными бульбочками и увеличить скорость на размножение конкретного сорта у себя на участке. Вырасти сначала одна зубка в первый год, один зубчик, а во второй год ты садишь один зубчик и у тебя уже получается целая головка. А смысл с этого, если можно посадить зубчик сразу? Потому что он уже больной, а эти все здоровые. И с этого у тебя получается, вот с этого у тебя там получится 25 штучек, а с этого получится 150 штучек. Так это два года ждать. Ну так правильно, ничего быстро не рождается. Зато качество, ты получаешь качество, ты получаешь абсолютно качественный посадочный материал. Ты думаешь, как люди зарабатывают деньги на посадочном материале чеснока. Они у кого-то где-то покупают или тырят чеснок, вот такой вот обычный, да. Потом они берут его, высаживают, он зацветает. Они собирают вот такую вот мелюзгу, высевают два года. И они увеличивают свои обороты по семенам и зарабатывают там в 6 раз больше, чем они потратили на вот это вот. Проверенная схема. Я что-нибудь делаю? Потому что я стою рассказывать тебе про это. У меня некогда этим заниматься. Первое. Когда летом мы собираем воздушные бульбочки, они у нас просушиваются, дозариваются. И к концу осени, например, как у нас сейчас середина ноября, мы их высеваем в грунт. На будущий год бульбочки пускают листья, отрастает вегетативная масса. Где-то после середины лета начинает вестись полегание этого листа. И не выкапывая, мы оставляем бульбочки на зиму и уже через год, то есть на второй год от момента высева бульбочек, получается качественный посадочный материал в виде уже сформированной луковицы, которая будет состоять из определенного количества зубчиков. Конечно, беспересадочный способ размножения чеснока бульбочками, он является достаточно хорошим, но у него есть и свои минусы. Первый и самый важный минус это то, когда у нас, например, сёпло-дождливая осень, а мы не выкопали наши однозубки, которые выросли за лето, то они могут выпривать и таким образом у нас вознижение урожайности впоследствии нашего будущего чеснока. Второй способ, наиболее приемлемый, размножение воздушными бульбочками это беспересадочный. Соответственно, летом мы собираем бульбочки, осенью их высеваем, за зиму они укореняются, весной они вегетируют, летом они растут. По мере того, как у них начинает полегать лист, мы их выкапываем, сортируем, досушиваем, дозариваем и затем осенью, когда у нас оптимальные сроки высаживания нашего зимнего чеснока в грунт, это где-то октябрь-неябрь месяц, мы высаживаем. И затем на следующий год, после того, как пройдет весна-лето, мы выкапываем уже сформированный чеснок, таким образом получаем полностью оздоровленный посадочный и товарный материал. Если мы будем размножать чеснок беспересадочным способом с помощью бульбочек, то будем укладывать на один погонный метр порядка 70-80 штук бульбочек и затем доращивать их до определенного размера. Если мы используем пересадочный способ размножения бульбочками, то тогда мы на метр погонный выкладываем порядка 100 бульбочек, то есть высеваем погуще. По мере того, как у нас будет идти рост, развитие, формирование однозубки чеснока, мы будем этот урожай собирать, сортировать и затем уже использовать более качественный посадочный материал для того, чтобы впоследствии получить сформированный вот такой вот здоровый большой чеснок. Если этой осенью у вас нет возможности оздоровить свой посадочный чеснок методом бульбочек, то не отчаивайтесь, собирайте именно бульбочки следующим летом для того, чтобы получить впоследствии здоровый, качественный посадочный материал чеснока за быстрые и короткие сроки. Благодарю за просмотр данного видео, оставайтесь на канале Процветок, всего вам хорошего, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!